привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть в обливиан тихо там господи люди хорошее начало серии ну что я хочу сказать мы находимся в плане анкары комарана и нам нужно добраться до него это не такая простая задача я не играл в игру порядка где наверно недель двух поэтому сейчас будем вспоминать но насколько я помню мы обманом пробрались на эту сторону и у нас есть сторонник достаточно мутный тип надо сказать но тем не менее лучше такой чем никакого пока что у него была прекрасная возможность сдать нас но он каким-то образом встал на нашу сторону непонятно хорошо мы двигаемся дальше давайте маленько освежим в памяти что же мы тут делаем да илдамил зовут илдамил сказал что мы встретимся в глубине пещер где он поможет мне снять запястья на ручей избранных надо продолжить искать путь через пещеры к дворцу манкара комарана начало было хорошее считаю какие неприятные женские ого парень ты помочь это перепутал я не хочу туда идти так хорошо двигаемся в принципе убить его не проблема совершенно но это лишний шум шум нам как понятно мне особо нужен поэтому давайте выбираться так но по сути нам похоже придется в ту сторону идти потому что это насколько я понимаю обход либо мы пробивались бы с боем если бы не поверили тому парню так что видимо придется прибираться через него хорошо давай дружок приступим ты у меня в принципе не такой уж и сильный но не такой уж и слабый то нет ни о чем вообще хорошо стрелы свои я так понимаю я совершенно не надо вы знаете я просто в эту игру играл еще до переезда теперь на новом мониторе она выглядит совершенно по-другому в разы лучше конечно то есть представьте я два года играл на большой плазме и поначалу мне это нравилось но так как реально это очень бьет по внимательности к я глаза в кучу такой большой диагонали а здесь видишь все просто и цветовая гамма это полупрофессиональный монитор asus вский реально ну получше чем на телевизоре я не хочу сказать что телевизор был плохим он был одним из лучших в своем классе панасоников ский но на мониторе сейчас реально просто меньшая диагональ и очень круто все хорошо так ты кто-то нормально нет сдается мне что нет поэтому давайте мы не будем разбираться хороший плохой у меня тут друзей нет это в принципе вообще везде а ты меня потерял что ли свободен прямиком в ад да это не очень приятно их только что почувствовать на своей шкуре так хорошо уходим стрел у нас довольно скоро кончится я предпочел их сохранить на последний бой потому что стрелы делают все гораздо легче поэтому давайте мы переключимся на кинжал оковы испускают красноватое сияние и дверь открывается короче говоря игра настолько применилась лично для меня визуально вот в разнице какой не чувствуете что я реально просто оргазмирую так ты наверняка плохой опять же даже с хорошие то у тебя получилось а это очень я был уверен что у тебя не возникнет проблем давай снимем с тебя эти наручи вот ты больше не являешься заключенным запретного грота позволь мне пойти с тобой позволь мне помочь тебе убить манкара камарана я тоже кое-что могу ну конечно вы знаете у меня есть подозрение что он и есть манкар камаран и он играет с нами я не знаю просто вот так вот на вскидку в одиночку мне не по силам противостоять манкару камарану но возможно вместе мы сможем найти способ уничтожить его виде хорошо ты будешь у меня отлично защитник ты продвигаешься быстро и уверенно возможно тебе все же удастся добраться до меня возможно и думаешь я издеваюсь над тобой вовсе нет твоем пришествии я слышу шаги судьбы ты последний защитник умирающего домриэля а я стою колыбели мифического рассвета я приветствую тебя если и вправду судьба послала тебя я устал от самозванных героев которые пытались встать уме да да никчемности несостоятельность как там говорят слабоумие и отвага это про меня в четвери сегодня настолько позабавило то что произошло в самом начале я говорю здравствуйте и в лавках аааа что прям не знаю вот сделал мой день да давай я сейчас доиграюсь очевидно посложнее стало но все равно еще очень легко это на максимальной сложности спустя долгие недели ношение легких доспехов они стали для вас второй кожей они больше не стесняют ваше движение в бою вы стали экспертом по легким доспехам и больше не ощущаете веса надетой брони конечно где там этот ребят ребят вы где куда подевался мой напарник а пока блин ну я даже не знаю о чем те там ну ладно мужик с тебя причитается удачи хорошо уходим нафиг что-то мой напарник куда-то сбрился я совершенно не а вот он появился хорошо пещера на самом деле очень жутковатый я не знаю просто сегодня как-то на веселье все идет ох ненавижу эту тварь быстро валим ее пока на свою маленькую копию не привела тихо давай давай долги вот и все неплохо покоцали но могло быть и хуже так хорошо у меня где-то там было дофигища зелье лечение давайте им пользоваться как-то вот так я там нормально будет остальное доберем так шелк до ядра я до ядра отлично неплохой напарник отвлекает на себя внимание боли на тислоте ты вот молодец это же надо быть таким все всплывок вверху брюхом хорошо бреда я уже хочу выбраться отсюда мне не нравится это место но очень печально и очень мрачны какой-то подъем вполне возможно мы наконец выберемся отсюда честно говоря дико сомневаюсь почему-то кажется что мы здесь будем бродить очень и очень долго хотя само по себе место надо сказать приметное такое до запоминающиеся очень круто выглядит я надеюсь когда я его победю ты не будешь требовать от меня каких-то там выплат потому что иначе тебя убил ух ты а ты кто кто это я чуть не узнаю таких и вроде как не видел это дэйдра а мне показалось что он просто ломай 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 его нет это был медрайк ухты опасная какая тварь это его название или имя собственное мне интересно медрайк интересно серьезный противник он если бы я был один на один с ним вполне возможно ну не размотал бы я думаю нет кто-то пишет они не нужны и не собирая их конечно платиновые монетки не собирать может они не нужны кому-то а мне очень даже их буду дома хранить в копилке так и мы куда-то выбираемся я бы предпочел сейчас еще раз подлечиться но ладно потом выходим в рай я кстати говоря пытался отключить погодный плагин без него игра вообще падает поэтому возможно временами какие-то баги типа снег который шел в этом раю ну что ж поделаешь а вообще тут очень красиво ой как красиво реально рай вот когда шел снег это было не очень легко оценить это но сейчас я просто реально вижу что это самое красивое место в игре красота еще забытая долина была очень красиво но там такого обилия цветов не было хорошо а по сути то мы уже довольно далеко пробрались так хорошо что это там и что это тут пока не будем лезть на рога к черту и давайте рассмотрим вот это дело четыре руки а ты силен и по мое интересно когда я его убью этот план будет моим было бы неплохо я вообще тогда стал отшельником я бы жил чисто тут нагнал бы сюда с пару десятков наложниц с пару сотен слуг и прекрасно можно жить я думаю не с пару сотен наложниц конечно же мелко мысли так хорошо я надеюсь вы не хотите мне зла конечно я не буду от вас скрываться насколько это возможно с этим кольцом какая неожиданность да а вот она я тут ты даже понятия не имеешь какими силами управляет мой отец смотришь остановить нас скоро догон вступит на земли тамриэля впервые со времен мифического века наша победа будет полный и окончательный иди мой отец жаждет поприветствовать тебя в карак агаэллори симпатичная девушка ну когда у нее не такой злой выражение лица а ты чё пыришься и так наконец-то ты здесь район корова претендента септима ты все еще думаю что у тебя есть шанс да мы знали что ты в конце концов доберешься сюда но это тебе ничем не поможет не заставляй моего отсаждать он полагал что ты явишься несколько часов назад иди ведь тебе же хотелось его увидеть разве нет конечно ну и что мы похоже у финишной черты сейчас мы увидим этого парня божество мать его за ногу так как сохранение блин красивый тут до чего это же просто обалдеть я долго ждал тебя защитник старого там реле ты последний вздох умирающий ты дышишь затхлым воздухом ложных надежд как мало ты понимаешь тебе не остановить лорда дагона стены между нашими мирами рушится мифический рассвет становится все ближе с каждой трещиной в небесном своде скоро границы что стали ныне зыбкими будут окончательно стерты там рель и обливион воссоединяться грядет возрождение мифического века ты за амулетом так возьми его разговор не удался да хорошо как скажешь манкар комаран оказался в своем дворце в карака яго агайлуре нужно убить его и забрать амулет королей не ты первый манкар очень плохо на самом деле все так а ты кто такой и что ты хочешь ах чуть-чуть не допрыгнул по моему у нас серьезные проблемы насколько я понимаю хорошо давайте будем драться как мужчины тихо 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 ну вот и все и нас переносит обратно я думал будет сложнее оказалось нужно было просто убить его чем в принципе занимались манкар комаран убит с его смертью созданный им рай растворился а меня вместе с амулетом королей перенесло обратно в храм повелителя облаков нужно отдать амулет мартину так хорошо это было увлекательно тебе удалось найти путь назад значит ли это что манкар комаран мертв манкар комаран мертв значит он у тебя амулет королей у тебя вот этот амулет принадлежит тебе принадлежит мне амулет королей джоффри говорил то же самое если это правда если император действительно был моим отцом я смогу носить его только наследники рода септимов могут носить амулет королей наденьте амулет ваше величество да конечно чего я жду в конце концов это ведь моя судьба никто не может противиться своей судьбе ну вот видишь ты сыну рели мне не был нужен амулет чтобы подтвердить это я знал что это правда еще тогда в квадче когда впервые услышал об этом от тебя но одно дело говорить о том что ты станешь императором и совсем другое стать им на самом деле ты император еще нет пока мы не зажжем драконьи огни врата будут оставаться открытыми и вторжение мируноса догона будет продолжаться пока тебя не было я отправил посланника канцлеру оката он ожидает нас в имперском городе зачем нам встречаться с оката канцлер оката возглавляет совет старейшин совет управляет империей в отсутствие императора я не ожидаю от совета старейшин каких-либо возражений но мы должны считаться с его мнением нам нужно немедленно отправляться в имперский город пока враг не оправился от смерти Манкара Камарана хорошо приветствую здравствуй если ты не против мой повелитель я маленько установлю силы а потом уже двинемся по делам кстати говоря сейчас я так понимаю можно своровать очень ценные и уникальные книги которых я честно говоря тут не вижу только что тут но когда мы в предыдущие разы приходили были довольно крутые книги здесь сейчас их нет ладно так хорошо мне нужно хорошенько отоспаться после такого это было довольно сложно ты следуешь со мной но я посплю тогда а ты там я не знаю десять часов я думаю мне хватит на самом деле чтобы этот человек сел на трон мы сделали уже столько что я не знаю сколько никто еще не делал и я надеюсь на какое-нибудь теплое местечко доброе утро сэр и половину сиродила ты понял половину ну или хотя бы имение какой-нибудь замок там бруму вот хочу бруму скорее всего меня как обычно прокинут у тебя все получилось я не сомневался в тебе спасибо так ну и хорошо что давайте выдвигаться в имперский город недолго ой недолго говорю неблизкая дорога надо отметить у мастера по блокированию шансы безоружить урага ух ты прикольно надо почаще блокирует пойдем мартин красиво обалдеть просто я совершенно другими глазами повторюсь смотрю на этот мир но в мониторе все выглядит по-другому сильно сильно по-другому в плане цветовой гаммы в плане вообще я не знаю совершенно оставляю императора бегать да наверно удобно путешествовать в таком плоти хорошо имперский город давно мы тут не были давайте прогуляемся стал из плазы нам по-моему нужно будет ну сейчас разберемся что такое граждане отдавать честь своему императору красиво я кстати очень давно в арене уже не принимал участия в боях у меня по-моему даже доспехи лежат дома я их выложил да ладно может новые дадут сейчас попробую заглянуть или не попробую потом сейчас главный упор я хочу сделать на основную сюжетную линию неохота очень пройти ее и потом уже когда весь мир этот будет в безопасности он знает о вашем прибытии в столицу хорошо давай покончим с этим заниматься уже своими мелкими делами зал совета старейшин нехило мы так забрались добро пожаловать в имперский дворец мы прибыли в зал совета старейшин мне нужно официально заявить канцлеру оката в главе совета старейшин о правах мартина на трон я ждал тебя совет в полном составе уже рассмотрел притязание мартина на императорский трон и что мартин септим от имени совета старейшин я признаю свое право на императорский трон канцлеру оката на город совершено нападение врата обливиона открылись и дейдра уже внутри о на мать опять опа-па имперский город подвергся нападению врата обливиона открылись по всему городу и оттуда хлынули дейдра мне нужно заставить мартина в храм единого чтобы он мог зажечь драконьи огни и тем самым закрыть врата обливиона и спасти город хорошо только у нас тут парни побежали насколько я вижу да падай за императора а а вы мартин так дреморский хорошие кстати но дешевые меня бы кто лечил основная боевая единица все таки так ну это очень плохо мне нравился этот город вот вот эти вот парни меня беспокоят а тихо давить его я горю надо лечиться нехило мне так шарахнуло так ну давайте сильное зелье лечение парочку оденем обратно свое кольцо оно нам в принципе сейчас не поможет но просто чтобы потом не забыть а а ты посмотри это же очень плохо чё ты хоть кто откуда откуда летит в меня откуда только не летит смешались кучу люди дейдра ах ты маг смотри они слишком быстро перемещаются сейчас его заломают я думаю ой я попал в мартина ой я попал в своего твою ж дивизию ты чё ж ты делаешь а не в такой суматохе кого-то попасть это постоянно как-то непредсказуемо совершенно перемещаются встаешь еще что ли так ладно хорошо офигеть смотрю вниз а тут вон что ладно ломайте их потому что мне что-то не очень хорошо все почему-то кинулись резко на меня первым делом давай ломай его вали его на бок сделай серьезные парни блин кстати стоит но и весит игрушка упала поэтому мне пришлось подраться по новой ну и что я хочу сказать на этом давайте прекращать на сегодня наверное в следующей серии уже по полной займемся защитой имперского города который судя по всему падет почему-то мне так кажется не выдержит он такого если тут открыли на самом деле брата мы последний кому удалось пробиться сюда из-за расположения легиона маи люди и я в твоем распоряжении какие будут я должен добраться до храма единого это наш единственный шанс остановить миру на садагона есть сэм вперед в общем сейчас нам нужно двигаться к этому храму я думаю это будет довольно сложно потому что враги как видите наседают толпой и это реально большая проблема но тем не менее очередной интересный сюжетный поворот увидимся в следующей серии надеюсь вам понравилось спасибо что смотрели с вами был Артур всего хорошего пока 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 в следующей серии